Привет, друзья! В этом видео я буду тестировать сборки элементов фирмы Bustin Power, модель Swim Key 442B. Ранее на канале я уже тестировал отдельные элементы этой фирмы, вот эти вот, они идут на 5300 мАч. В сборках их 8 штук. Видео с тестами этих элементов по отдельности я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Кому интересно, можете посмотреть, полюбопытствовать. Bustin Power. Это американская компания, которая производит эти элементы в Китае. Применяются они в различного рода технике, в том числе и медицинской, а также в различных электромобилях, гибридных автомобилях и стационарных накопителях энергии. Номинальная емкость элемента 5300 мАч. Это если разряжать током 0,2С, то есть 1060 мА. Внутреннее сопротивление 15,5 мОм. Диапазон рабочих напряжений от 2,75 В до 4,2 В. Номинальное напряжение 3,65 В. Номинальный вес элемента 93,5 г. Размеры элемента 37,3 мм на 64,8 мм на 19 мм. Размеры сборки вы сейчас видите на экране. Длина 186 мм, ширина 69 мм и толщина 39 мм. Максимальный ток разряда 13 А. Максимальный ток зарядки 10,6 А. Стандартный ток зарядки 0,7С, то есть 3,7 А. Отключение нужно производить, когда ток упадет до 0,05 А, то есть 50 мА. Количество циклов при глубине разряда 100% до 1000 при разрядке током в 1С. Количество циклов при глубине разряда 90% до 2000 циклов при разрядке таким же током 1С. Количество циклов при глубине разряда 80% 3000 циклов при разрядке тем же током в 1С. 1С это 5300 миллиампер, 5,3 ампера. Тем самым производитель говорит нам, что чем меньше глубина разряда, тем дольше служит элемент. Причем значительно дольше. То есть 100% цикл, это если мы используем элемент в диапазоне напряжений от 2,75 вольта до 4,2 вольта. 90% цикл, это если мы используем в диапазоне напряжений от 2,88 до 3,99 вольта. И 80% цикл, это если мы используем в диапазоне от 3 вольт до 3,78 вольта. Что самое вкусное у этих элементов, что они могут заряжаться при температуре до минус 20 градусов. В даташите так и написано, заряжать можно в диапазоне температур от минус 20 до плюс 60 градусов. Разряжать можно в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70 градусов. Это очень хорошо, ведь это значительно расширяет их сферу применения. Эти элементы можно применять для сборки высоковольтной батареи для электротранспорта, к примеру, в гибридных автомобилях. Можно заменить высоковольтную батарею на сборку из таких элементов, только нужно найти BMS на такое большое количество последовательно соединенных элементов. Для начала взвешу элементы. Эти элементы у меня с той партии еще. В даташитах написано 93,5 грамм. В принципе так оно и есть, 93,5 грамм. Теперь взвешу сборку. Сборка весит 904,5 грамм. 903 грамм. 903 грамм. 906 грамм. 904 грамм. 902 грамм. 903,6 грамм. Можно сказать, в среднем вес сборки 904 грамм. Вес элемента 93,5 грамма. Умножаю на 8 штук. Получаю 748 грамм. Из веса всей сборки 904 грамма. Вычитаю 748 грамм. Получаю 156 грамм. Получается, что вес холдера, перемычек и выводов, вот этих медных, 156 грамм. Теперь обязательно нужно измерить сопротивление каждой из этих сборок. Очень интересно, какое сопротивление у сборки, в которой 8 параллельно соединенных элементов. Сопротивление щупов равно нулю. Так как они БУ, сопротивление немного повыше 16,62 миллиома. Сопротивление этого элемента 17,14 миллиома. Я напомню, что это первая партия. Оставшиеся два элемента лежат и ждут своей участи тестов 99 циклов. Видео с этими элементами набрало довольно много просмотров. Для моего канала 24000. Но все никак я не сделаю тест 99 циклов. Поддержи это видео лайком, если хочешь тест 99 циклов. Потому что он очень трудозатратный. Очень много времени приходится тратить. Получается, что зарядное устройство мне приходится, так скажем, заморозить на срок около полутора-двух недель. Плюс потом монтаж и так далее. Буду очень благодарен, если поддержите видео жирным лайком, длинным комментарием из пяти и более слов. Так алгоритмы YouTube лучше работают. Но обязательно поделитесь видео в соцсетях. Я считаю, что эти элементы заслуживают того, чтобы о них знали как можно больше людей. Потому что их сфера применения очень обширная. Так как температурные режимы очень вкусные от минус 20 градусов. Итак, измерю внутреннее сопротивление сборки. 2,36 мОм, 2,53 мОм, 2,5 мОм, 2,39 мОм, 2,36 мОм, 2,32 мОм, 2,52 мОм. Если умножить общее внутреннее сопротивление сборки 2,5 мОм на 8 элементов, то получится внутреннее сопротивление одного элемента 20 мОм. Что, как вы понимаете, значительно больше, чем в даташите. Но уже не забывать, что здесь соединительные шины тоже вносят свое переходное сопротивление. У одной из сборок я снял пластиковую крышку, чтобы было видно, как здесь расположены перемычки. Вот таким вот образом расположена большая шина медная. И к ней приварены никелевые ленты от элементов. Это что касается положительного вывода. Он на корпусе элемента. А здесь отрицательный вывод. Отрицательный вывод выполнен вот таким вот образом. Сделано, конечно, по-заводскому все очень красиво. Даже не хочется разбирать. Мог бы каждый вот таким вот образом собирать батареи у себя в гараже. Было бы, конечно, классно. И еще бы они стоили копейки, было бы вообще замечательно. Возьму, по-моему, вот этот элемент имел самое высокое здесь сопротивление. Одно из самых высоких. Два с половиной миллиома. Я возьму его. И, по-моему, какой-то вот здесь два тридцать шесть. Пойдет. Подключу к зарядному устройству. И обязательно измерю емкость сборок. Подключил сборки к зарядному устройству. Здесь эта сборка имеет сопротивление два с половиной миллиома. Это 2,34 миллиома. Сборки сейчас в средней точке. В режиме хранения. Заряжу их током 20 ампер каждую. Сборки зарядились. В правую залилось 22001 миллиампер час. В левую 19210. Ставлю на разряд. Начну с правой. 1С. Выставлю максимум, что может зарядное устройство. Напряжение выставлю. 2,75 вольт. Да, уже 12-й час. Чую, это видео затянется надолго. Поэтому ставь лайк, чтобы я видел, что время потраченное на это видео не зря. Чтобы отварить. Правый элемент практически разрядился. Отдал 40,3 АЧ. Поставлю сейчас левый элемент на разряд, чтобы не терять время без 20 часов ночи. Это капец. Обе сборки разрядились. Левая отдала 40 099 мАч. Правая отдала 40 524 мАч. Емкость практически номинальная. Если эту емкость поделить на 8 элементов, мы получим емкость в 5 Ач. То есть, каждый элемент имеет емкость в 5 Ач. Заводская емкость должна быть в 5,3 Ач. Ну а что вы хотели? Это же БУ сборки. Сколько-то они в любом случае отработали, и я считаю, что это небольшая потеря емкости. При стоимости около 30 долларов за сборку, я считаю, что это очень хорошая цена. Так, нужно замерить внутреннее сопротивление, изменилось ли оно или нет. Отключу по одному из проводов, чтобы не вносились погрешности возможные. Сопротивление щупов практически равно нулю. Сопротивление правой сборки 2,56 мОм. Было 2,5 мОм. Сопротивление не изменилось. Можно сказать, что это погрешность прибора. Здесь сопротивление 2,34 мОм. Было 2,34 мОм. Да, сопротивление у них не меняется и не зависит от степени заряженности. И они очень напоминают литий титанат. Потому что литий титанат также может работать при отрицательных температурах. И также у него не зависит внутреннее сопротивление от степени заряженности элемента. Теперь, зная емкость этих сборок, можно посчитать их энергоемкость. Я возьму 40 ампер час емкость, умножу на 3,75 вольта и поделю на 0,004 кг. И получу энергоемкость 165,9 ватт час на килограмм. Естественно, это не самая крутая энергоемкость. Потому что здесь есть холдер, есть шины медные. И поэтому получается не самый лучший вес. Если же взять емкость отдельно взятого элемента и его вес. Для расчетов я возьму емкость элемента 5 ампер час, умножу на 3,75. И поделю на вес 0,003 кг. И получаю энергоемкость 201,6 ватт час на килограмм. Это уже довольно неплохая энергоемкость. Особенно если учесть то, что они могут заряжаться при минус 20 градусах. Это очень круто. И именно по этим причинам эти элементы очень крутые. И у них очень широкое применение. Кому интересно совместная закупка таких сборок, пишите на WhatsApp. Сейчас вы видите его на экране. Можно будет скооперироваться и заказать большую партию. При этом цена за сборку должна быть еще ниже чем 30 долларов. Думаю, что способ отправки из Казахстана этих сборок можно будет найти без особых проблем. Обязательно ставьте наижирнейшие лайки и пишите комментарии, если нужны тесты 99 циклов этих элементов. Токами, которые указаны в даташитах. Я буду очень рад пообщаться в комментариях. Также я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях. Ставит супер жирные лайки и оставляет комментарии из 5 и более слов. Как я уже говорил, это помогает алгоритмам YouTube продвигать видео и канал в целом. Чтобы больше людей знали, какие аккумуляторы стоит покупать, а какие нет. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До скорых встреч на канале, друзья! Всем пока! Кстати говоря, я же забыл измерить внутреннее сопротивление заряженных сборок. Поставлю на заряд током 30 А, чтобы по-быстрому это сделать. Но уже оставлю на ночь по-любому. И завтра измерю внутреннее сопротивление. Сборки элементов зарядились. Почти та же самая емкость и залилась в них. В левую сборку залилось 40 082 мАч. В правую 40 485 мАч. Сопротивление щупов практически равно нулю. У левой сборки сопротивление в заряженном состоянии стало 2,29 мОм. А было 2,34 мОм. Немножко уменьшилось. Очень интересно. А у правой сборки 2,4 мОм. А было 2,5 мОм. Получаются элементы, которые в этих сборках имеют очень интересную химию. Не зря они при отрицательных температурах могут заряжаться. Сопротивление у них особо не меняется. Это очень мне напоминает, как я уже говорил, литититонатные элементы. Сборки классные. Широкий спектр применения у них. Ну теперь действительно все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно ставьте лайк, если видео понравилось. Если не понравилось – дизлайк. Делитесь в соцсетях. До новых видео на канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok